Нас с детства учат переходить дорогу в правильном месте. А где оно, правильное место? Разобрать опасные моменты в безопасной обстановке. Ребятам помогают уроки с госавтоинспекторами. В 22-м лицее для учеников младших классов прошло практическое занятие на импровизированном автогородке. Такие занятия у нас проводятся регулярно, не только в этом лицее, а в каждой школе перед началом летних каникул, то есть перед началом летнего сезона долгожданных и долгих, проводят практически занятия с детьми, именно с учениками начальных классов, для того, чтобы они лучше адаптировались в дорожно-транспортной среде, так как по возрасту они уже ходят в школу одни, без сопровождения родителей. Ребятам объяснили, что в вопросах безопасности на улице нет мелочей. И правило важно не только знать, но и уметь их соблюдать, как вблизи проезжей части, так и во дворах. Практическое занятие на то и практическое, чтобы закрепить свои знания на деле. Ребята организовали оживленное движение на учебном полотне. Они изучали и расставляли дорожные знаки, опираясь на разметку и окружающую обстановку. А наставники помогли разобраться с допущенными ошибками. Любой знак должен стоять до какого-то объекта на проезжей части. Поэтому если у вас знак подземный переход, он должен не после подземного перехода стоять, а до. И с правильной стороны. Узнала я сегодня еще один знак новый. Я думала, что когда нарисован дом, машина и дети, я думала, что это перекресток, а это оказывается въезд в жилую зону. Ну в целом интересно было. Да. И еще я узнал, в общем, то, что когда я поставил знак подземного перехода, я поставила прямо на подземный переход. А надо было перед. Вот это тоже для меня было удивлением. Причем рассматривали ситуацию не только со стороны пешеходов. Многие ребята мечтают в будущем управлять автомобилем. А значит, полезно встать и на место водителя. Если знак стоит неправильно, то машина может как-то по-другому поехать. И может случиться авария какая-то. Ну вообще расположение знаков – это очень важно для машин, для самих пешеходов тоже. Скажи, а вот если знаешь правила, но очень спешишь, можно немножечко нарушить? Ну, лучше не надо. Можно лучше опоздать, чем получить, не дай бог, какую-нибудь травму. Ну а пока ребята выступают в роли пешехода и пассажира, вспомнили еще несколько важных моментов. Вот как нужно ездить правильно в машине? Если ты больше 150 сантиметров, можно ехать без кресла. Если меньше, то лучше в бустере или в автокресле. И обязательно пристегивать ремни безопасности. Практика показывает, что знание и соблюдение правил дорожного движения помогает избежать многих неприятностей. Но нельзя забывать и о взаимоуважении на проезжей части. И здесь взрослым также важно помнить о других участниках движения. Мы создали БДД! Юлия Теунова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.